Казахстан Казахстан Многие депутаты Верховной Рады придерживаются мнения, что ничего хорошего в Евразийском Союзе Казахстан не ждет. Сохранение целостности и демократизации страны – единственный путь к просветанию республики, а не объединение наподобие развалившегося СССР, за которым нет ничего, кроме амбиций правителей авторитарных государств. То, что происходит в Казахстане – это внутреннее дело казахстанского народа. Народ Казахстана должен без вмешательства извне избрать легитимную власть и определять свое будущее сами через власть, избранную на честных демократических выборах. Ни я, ни другой политик из-за рубежа не должен комментировать ситуацию в Казахстане. Это вопросы, которые касаются только казахского народа. Мы должны помогать друг другу, как народы, которые сотни лет были вместе. У нас много общего в истории, например, Тарас Шевченко. Наследие не только украинского, но и казахского народа. Казахский народ должен сам определить свою судьбу, без вмешательства России или других стран. Другие народные избранники Украины считают, что каждому казахстанцу необходимо брать на себя ответственность за происходящее в стране, а не надеяться на власть. Нужно понимать, что мы не прошли такую глобальную иллюстрацию политическую после распада СССР. Многие президенты вместе с Путиным являются коллегами по старому красному цеху. И предмет их диалога и их договоренности – это как раз реализация мечты Владимира Владимировича. Это далеко не мечта простых казахских рабочих, не мечта среднего класса вашей страны. Я уверен в этом. Поэтому нужно брать на себя ответственность в каждом отдельном квадратном метре своей родины и бороться за отсталостность страны. Как оказалось, некоторые украинские депутаты присутствовали в свое время на форуме в Стамбуле, где президент Казахстана Нурсултан Назарбаев с трибуны призывал совершенно к другому союзу и уже не удивляется политическим кульбитам Елбасы. Эта угроза, по сути дела, стремление загнать Казахстан, вот этот евразийский. Насколько я знаю, когда Назарбаев года три назад выступал в Стамбуле, он то имел совершенно другую позицию. Он выступал в Стамбуле за единение чульских народов, насколько я помню. В Казахстане и Белоруссии, я думаю, что это большая будет потеря. Дело в том, что там же собираются создать и общую валюту, общие, по сути, таможенные границы. И я думаю, и даже это предусмотрено создание наднациональных органов власти. А это уже потеря, частичная потеря своего суверенитета, то ли у одной, то ли другой страны. Я имею ввиду и Белоруссию, и Казахстан. Да, Россия выиграет от этого, потому что она экономически наиболее сильная. И, по сути дела, она, насколько можно судить по заявлениям Путина, она стремится создать противоположный мир странам Запада. Ну, в частности, Соединенные Штаты Америки. Впрочем, все украинские парламентарии прекрасно понимают, что к решениям президента Назарбаева народ Казахстана не имеет никакого отношения и желают казахстанцам скорейшего выздоровления от болезни многих бывших советских республик диктатуры.